Тем временем во всех жилых домах Крыма снова стало тепло. Как сообщили власти республики, больше не простаивает ни одна котельная. После запуска первой очереди энергомоста из Кубани, отопление появилось и во всех школах, подключенных к централизованной системе. В остальных помещения обогреваются с помощью дизельных генераторов. Это позволит с понедельника возобновить занятия в образовательных учреждениях, ушедших на вынужденные каникулы. Исключения Ялты и Джанкой, там мощности автономных источников пока не хватает. Надежды на улучшение ситуации, связанной со строительством второй линии энергомоста с материковой части России. Она, как ожидается, тоже будет введена раньше срока, уже через 7-10 дней. По окончании всех работ полуостров, испытывающий дефицит электричества, как ожидается, получит еще 230 мегаватт.